Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео встраиваемая микроволновка Томпсон. Расскажу о ней все самое главное. Плюс сделаем небольшой тест. Смотрите, ее установили прямо у меня дома на моей кухне. Так что я просто хочу от нее того, что я хочу обычно от микроволновки. Ну вот, в обычной жизни. Мы приготовим в ней мою утреннюю овсянку. Разморозим быстро фарш, потому что часто я забываю заранее разморозить мясо, и приходится вот непосредственно перед готовкой. Посмотрим на качество размораживания. Разогреем тарелку борща. Я так делаю. Проверим его температуру. Так я не делаю, но мы проверим. И еще иногда, когда мне стреляет в голову, я делаю горячие бутеры. Такие ужасно неполезные, суперкалорийные, с сыром. Это все будет. И будет еще проверка на уровень СВЧ-излучения. Это безопасность эксплуатации. Вот посмотрите на мою кухню. Представьте себе, что тут где-то стояла бы какая-то обычная микроволновка. Она бы, ну, во-первых, вечно цепляла бы взгляд, надоедала бы, быстро надоела бы, да? Во-вторых, или даже, может, во-первых, это она съедала бы кучу места. У меня тут, окей, есть там кухонный остров, но все равно она тут была бы лишней. Сама по себе микроволновка мне нужна. Нужна. Без нее сложно. Она сильно упрощает кучу моих повседневных процессов, связанных с едой. И поэтому, конечно, стройка. Отлично она так очень органично вписалась в интерьер. И заметьте, мы правильно ее установили. Не где-то наверху, а так, чтобы удобно было тарелку супа в нее поставить и не расплескать. Это важный момент, особенно если дети там в семье, да, высоко над духовкой ее бывает устанавливают. И это, ну, вообще неудобно. А вот так самое то. Это микроволновка с грилем. Объем рабочей камеры 21 литр. Ну, в целом, это классический показатель для встройки. Для основных задач этого вполне хватает. Даже, думаю, небольшая курица поместится, если вдруг захочется вам ее приготовить. Но лучше все же в духовке это делать. Микроволновка все же для другого. Или запекайте курицу в ней. Напишите в комментариях. Максимальная мощность микроволн здесь 800 ватт. Это отличный показатель. Ну, такой он очень правильный. Мне вот 700 ватт маловато. Дольше разогревается суп. А вот 800 нормально. Три минутки с тарелкой супа мы обычно укладываемся. Мощность микроволн можно выбирать. Есть 8 уровней с шагом в 100 ватт. Ну, вполне вариативно получается. Гриль тут инфракрасный. Это означает быстрый разогрев и экономичность. Мощность гриля 1000 ватт. Единственное, ну, немного сложнее он может быть в уходе, в обслуживании за счет того, что интегрирован в потолок рабочей камеры. Ну, слушайте, захотелось вкусненького с корочкой аппетитной. Ну, люби и саночки возить. Есть комбинированные режимы приготовления. Имеется в виду микроволны плюс гриль. Причем для разных кулинарных задач можно выбрать разные комбинации. Есть комби-режим, когда 60% заданного времени работают микроволны с заданной мощностью, а 40% это гриль. Есть где 30% микроволны, а 70% гриль. Если заморачиваетесь СВЧ-кулинарией, что называется, то вам прям раздолье можно экспериментировать. Есть режим размораживания, причем он делится на два, по весу или по времени. Тут задействованы микроволны, просто небольшая мощность, плюс определенный алгоритм работы магнетрона. Ну, это вот генератор СВЧ-излучения. По весу, если размораживание, то выбираете вес продукта, и далее печь сама знает, сколько по времени размораживать. В процессе будет звуковой сигнал. Это чтобы, если нужно, перевернуть продукты. Ну, по времени ясно. Задаете время размораживания, и печь уже с оптимальной мощностью воздействует на продукт. Автопрограммы. Их здесь целых 8. Честно говоря, не знаю, пользуется ли кто-то ими, вот честно. Но напишите в комментариях, что такое автопрограммы. Это оптимизированный уровень мощности микроволн для приготовления выбранного продукта или блюда. В этом смысле очень похоже на авторазмораживание. Ну, а чего еще в микроволновке можно придумать? Авторежимы есть для пирогов, ну, выпечка вообще. Для пиццы, ну, рискну предположить, что все же речь о замороженной, о полуфабрикатах. Для мяса, макарон, овощей, картофеля, плюс авторазогрев. И внутри каждого авторежима есть выбор веса продукта. Как раз время приготовления оптимизируется. Ну, в общем-то, это все, что важно знать о возможностях этой встраиваемой СВЧ-печи Томсон. Есть все, что нужно. Да, еще удобно, что тут есть часы. На кухне они пригодятся. Плюс можно запрограммировать таймер. Ну, просто отчет времени для каких-то любых целей на кухне. И есть еще блокировка панели управления от детей. Это важный момент, кстати. Можно заблокировать управление, и тогда ребенок, ну, не включит печь без вас. А, вот еще что. Тут, как вы уже заметили, сенсорное управление. Ну, это уже привычный такой формат для нас всех. Везде сейчас эти сенсоры. И вот для микроволновки это круто. Нет этих поворотных регуляторов, кнопок, не забивается грязь никуда. Просто протер мягкой тканью панель и все. За несколько секунд все чисто. Так, ну что, давайте немного потестим нашу микроволновку. Я хочу просто сделать кашку овсяную. Вот как я всегда ее практически делаю на завтрак. Да, это мой завтрак. Ну, почему я не Рудковской можно, а мне нет. С волочком. Я не очень люблю, когда много жидкости, много молока, поэтому довольно густая у меня получается кашка. Вот это овсянка быстрого приготовления. И на полторы минутки я ставлю в микроволновку. Упс, у нас чашечка тостер тут забыл. И, собственно, после этого все должно получиться на максимальную мощность. Вот реально вжух полторы минуты уже всего. И каша у меня готова. А вот если бы не было микроволновки, это вот на плите все делать, это все занимает время, помешивать. Но утром это совершенно невозможно. И много меда. Я без масла делаю кашу. Ну, и немного меда. Вот получится. Вот. И немножко клубнички. Я, на самом деле, конечно, могу и без клубнички, но мы тут снимаем кино. Поэтому будет красивая клубничка. Вот так. У меня немножко подвяло у нас. Все подвяло. Ну, вот такая получается история. Но дальше, конечно, красота вся исчезает, потому что я делаю. Все перемешиваю. В общем-то, можно есть. Дальше у нас тест с борщом. Борщичок. Кто не любит борщичок? Вот напишите в комментариях, кто не любит борщичок. А еще как вы его делаете? На кипире или на класть? Да. Ну и давайте измеряем, прежде чем борщ у нас подает в микроволновочку. Да, вот у нас сейчас комнатная температура. Это вот температура борща. Он из холодильника. Ну вот, мы видим, что изначальная температура борща из холодильника, ну, 10-11 градусов. Ставим в микроволновку. Три, две, одна секунда. Сейчас будем смотреть, как там у нас наш борщ. Я недавно переехал, поэтому не обзавелся прихватками. Вот так вот, аккуратно его вынимаю. Ну, аромат, на самом деле, очень классный, потрясающий. Ну и давайте с температурой разберемся. Я честно скажу, вот за три минуты он разогревается градусов до 55. Мы добавили еще две с половиной минуты на мощности 800 ватт. И вот мы получили наше значение не менее 70 градусов. Да, вот даже тут побольше он разогрелся. Почти до 80. В общем, такой горячий-горячий борщ получился. Ну и что мы дальше делаем? Ну, во-первых, поздравляем нас с успехом вместе с микроволновкой. Ну и, конечно, сметанки. И поехали, наворачиваем наш 70-градусный борщ. Дальше будет эксперимент с фаршем. Очень интересно. Кстати, мы сейчас будем использовать авторазмораживание по весу, которое есть в этой микроволновке. И посмотрим потом, вот насколько качественно разморозился фарш. Насколько он реально разморозился. Не подварился ли где-то вот с каких-то сторон. Ну, в общем, посмотрим, как это все будет происходить, и какое качество размораживания. Давайте, поехали. Кстати, я совсем забыл сказать, внутри здесь, в этой микроволновке, в рабочей камере, здесь нержавейка, она как гораздо более долговечная в этом смысле, да, в смысле рабочего ресурса. Но немножко сложнее в уходе она. Есть специальные средства для нержавейки, они быстро все оттирают. И мягкая ткань. Ну вот, дальше фарш. Ставим вес его 600 граммов. Но поскольку, знаете, он такой замороженный очень у меня, я, наверное, позволю себе немножко побольше поставить. Ну вот 700 сделаем, да, вес. И поехали авторазмораживание. Оно занимает вот для веса 700 граммов в 14 минут. Ну что, смотрим, что получилось. В 14 минут у нас размораживался наш фарш. И вот вы видите, что он немножко в другом состоянии уже, да, да. Это такой лайфхак, чтобы оно у вас по краям не запекалось. Мы его в середине примерно, там был сигнал, типа, переверните продукт, мы его в середине вынули и много размяли, да, вот так на кусочки. Оно уже оттаяло, разморозилось так частично. И мы вот на кусочки все это размяли. И у нас получилось, что фарш нормально разморозился, да, вот он такой. Уже, в общем-то, можно из него что-то делать. Чуть-чуть где-то еще есть, может быть, такие потверже кусочки. Но в целом он вполне себе готов к использованию. И нет, вот вы видели, нет запекшихся вот по краям кусочков. Если большим куском он был, кусочки бы эти были. Ну, не кусочки, а части. А здесь вот мы, даже давайте перевернем, мы избежали этой истории и получили, ну, хорошо размороженный уже такой вот правильный фарш. Ну и горячие бутеры, да, такие, знаете, совершенно неполезные. Тут и маслица, и сыр, да, ну, помидорчики, ничего. Не говори тренеру называется блюдо. И мы сейчас посмотрим, что с ними будет происходить, как они приготовятся, насколько быстро. Поставим на максимальную мощность. Ну, давайте так на полторы минутки. Так, вынимаем после полутора минут. Но, в принципе, смотрите, они уже вполне себе готовенькие. Такие достаточно красивенькие получились бутеры. Но мы добьем немножко. Давайте прям вот так поставим. Немножечко на гриле их под запечем, чтобы появилась такая корочка красивая, аппетитная. Выбираем гриль. Ну, давайте так минутки на полторы еще. Получилось, ну, практически то, что мы хотели. Конечно, чуть больше времени. Вот эти полторы минуты, которые я сказал. Такой ритм мегаполиса, знаете. Давай, давай, быстрее, за полторы минуты бутерброды. Не, мы еще прибавили две минутки. Вот, например, три с половиной минуты. И получились вот такие вот аппетитные, запеченные, горячие бутерброды. Сколько всего мы с вами слышали про бред микроволновки. И продукты-то она делает мертвыми. Это как, интересно? И вообще убивает все живое в радиусе 100 километров. Это все чушь. Есть простой прибор, детектор СВЧ-излучения. По нормам безопасности излучение от микроволновки не должно быть выше 5 милливатт на квадратный сантиметр на расстоянии около 5 сантиметров от самой микроволновки. Если будет превышение, загорится красный индикатор и будет звуковой сигнал. Спасайся, мол, кто может. Проверяем. Печь у нас работает на максимальной мощности. Как видите, нигде нет превышения нормы. Вопрос с безопасностью закрыт. Ну, вы все видели сами, моя любимая фраза. Потому что это всегда реально так. Мы все подробно рассказываем и показываем. Микроволновка симпатичная. Реально для разных интерьеров. Ну, по классике тут сочетание черного, неживейки и стекла. По мощности микроволн вопросов нет. И максимум вполне окей. И можно выбрать нужный уровень. Функционально есть все, что должно быть в современной микроволновке. Гриль, комби-режимы, размораживание по весу и по времени, автопрограммы для разных продуктов и блюд. Кто-то скажет, стоп, чувак, нет конвекции. Ребят, ну, микроволновки с конвекцией – это такой отдельный сегмент. Они для тех, у кого по каким-то причинам нет духовки. Если духовка есть, а на кухне она, ну, как правило, есть, то конвекция в микроволновке, ну, вам вряд ли понадобится. Все же в быту по большей части мы используем СВЧ-печь, чтобы приготовить что-то совсем несложное, типа вот кашки утром, бутеров горячих раз в полгода, а еще, чтобы разогревать и размораживать. За приготовление с конвекцией – это уже к духовке. Кстати, у нас много видео про духовки тоже. Заходите в наш плейлист «Техника для кухни». Нарушений по сверхвысокочастотному излучению СВЧ тоже нет. Все проверили, опять же, вы все видели. В общем, тостер протестировал и рекомендует эту встраиваемую микроволновку к использованию. Ссылка на нее внизу в описании видео. Реально хорошая техника. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации. Мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам с вами, пользователям, ну, собственно, полезно. Делитесь видео с теми, кто ищет встраиваемую микроволновку на новую кухню. Это Томпсон. Достойный вариант. За лайк и подписку спасибо. Заходите также на тостер.ру в наш Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на нас в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!